Я хочу вам рассказать о... Ну, пожалуй, о самой важной части вашего тела, скажем так, то, на чём записано всё. Я говорю о лице. Давайте немножко тоже в интерактивный режим переведём мой доклад. То есть, если я буду спрашивать, вы, пожалуйста, отвечайте, как-то реагируйте. Тем более, что предыдущий оратор очень хорошо поднял, как-то более очень хорошо шевелил всех. Так вот, что же у нас нарисовано на нашем лице? Что наш орден, который передаёт, по сути дела, транслирует нас в общество, что он передаёт? Наши мысли. Наши мысли. Ну, это уже такой глубокий уровень мыслей, да. Ещё что? Эмоции, да. Чувство, настроение. Состояние половых органов. Ну, это уже тоже такой специальный подход нужно иметь, чтобы состояние половых органов разглядеть. Но это тоже возможно. Ещё? Всех органов. А? Всех органов. Всех органов. Настояние. Ну, то есть, и самое главное, на мой взгляд, что передаёт наше лицо, это наше здоровье. И это наш возраст. Что, собственно, равно. Здоровье равно возраст. Потому что чем дальше мы уходим по годам, тем меньше у нас этого здоровья. Соответственно, молодость равно здоровье. И как же на физиологическом уровне это здоровье, эта молодость может поддерживаться на том, на той части тела, которая, собственно, транслирует нас в общество. Да? Как это можно варировать? Это применимо как к себе, в первую очередь, любимому, любимой, да? Это применимо так и к пациентам. Да? То есть, грубо говоря, работая с пациентом, прорабатывая какие-то внутренние органы пациенту, там, через живот, можно давать определённые упражнения для того, чтобы он обратной связью через лицо, упражняя и лицо в том числе, мог давать обратную связь на органы, которые находятся в животе. И что же происходит на физиологическом уровне, когда наше лицо стареет? Да? То есть, после 30-40 лет, особенно женщины начинают замечать в зеркале то, что они не хотят видеть. Признаки старости. И как это происходит? Давайте разберём это чисто с физиологической точки зрения. Да? Давайте следующий слайдик. Чисто с физиологической точки зрения у нас всего 4 причины, по которым наше лицо начинает выглядеть и, скажем так, транслировать в общество, что ваш возраст начинает подходить к критическому. Всё очень просто. Да? Четыре основных причины. Две фундаментальных, которые находятся в черепной коробке по большому счёту. Да? Это первое. Усыхание костной ткани. Костная ткань становится меньше, черепная коробочка становится меньше, глазницы становятся меньше, скулки подходят к носу. Второе. Это височно-челесной сустав. Покажи, пожалуйста. А, вот. А, вот. Вот. Второе. Это височно-челесной сустав. Он у нас изнашивается. И изнашивается очень значительно. То есть, по сути дела, челюсть у нас уходит вверх. При всём при том, что череп становится меньше, челюсть уходит вверх. И общий каркас, общий фундамент становится меньше. И что же происходит далее? Это вот две фундаментальных причины, почему мы начинаем выглядеть старше. Это раз. Две основных причины, по которым это всё начинает проявляться на лице. Это гипер- или гипоактивность мышц на нашем лице. Почему это происходит? Потому что, ну, если ноги, руки, тело мы хоть как-то в пространстве осознанно движим, хоть как-то мы с ними работаем, то с той частью тела, которую мы видим каждый день в зеркало, мы осознанно в принципе не работаем. Мы даже забываем о том, какие мышцы за что отвечают. И это очень часто встречается в моих занятиях, когда мы в буквальном смысле слова начинаем будить эти мышцы. Будить и восстанавливать их нормальное физиологическое движение. Так вот, что происходит, когда об этих мышцах мы забываем? А мы забываем о них. Вот почему-то забываем, и кроме проблемной мимики у нас на лице ничего не происходит. Особенно после сорока и далее. И если вы замечаете, да, то у многих людей уже после сорока на лице возникает маска. Маска его постоянного состояния. Так вот, что же всё-таки происходит с основой? Это гипер- или гипоактивность мышц. Гиперактивность, когда мышца застывает и уже перестаёт работать. И гипоактивность, это когда мышца начинает оплывать. Она оплывает и перестаёт двигаться. Так вот, давайте маленькие примерчики. Вот у нас самая большая лобная мышца на лице. Что с ней происходит? Она одна из первых вообще теряет связь с мозгом и перестаёт двигаться осознанно. Она перестаёт двигаться, впадает в гипоактивность. Да, да, вот прекрасно, прекрасно очень демонстрирует молодой человек, сидя на зале. Его мышца лобная уже не работает, потому что работают только брови. Так вот, она начинает впадать в гипоактивность и сползать вниз по лицу. Потихонечку, очень медленно, этот процесс практически не заметен. Он заметен только в зеркало, когда мы начинаем видеть борозды. А борозды возникают почему? Потому что гипоактивность лобной мышцы встречается с гиперактивностью бровей. Встретились, возникли борозды, морщины. Поехали дальше, быстренько. Да, глаза. Это зеркало души, в общем, всё что угодно. Да, самый, скажем так, впечатляющий часть на лице. Что происходит с глазами? Глаза, как озеро души. И если взять географию, скажем так, наше лицо, как карту. Глаза – это озеро. А вокруг глаз, к сожалению, после 30 лет – это болото. Это жуткое болото, где застаивается лимфа, где застаивается кровь, где токсины начинают оседать буквально гроздями и вызывать болевые ощущения. И где мышцы начинают в гипоактивности опускаться вниз. Что верхнее веко, да, становится неподвижным, буквально в смысле слова, часть подвижная, часть неподвижная. Что нижнее веко начинает выходить в мешочек. Не дай бог почечная недостаточность, там и цвет, и объём, и так далее, и тому подобное. Ну и ещё один пример – это щёки. Да, щёки у нас начинают впадать в гипоактивность и обвисать. Если мы обратим внимание, как улыбаются взрослые, как улыбаются дети, да, дети улыбаются полной щёчкой, да. У них работает всё лицо. Это как раз о рефлексах. Со временем мы забываем об этом, да, и у нас начинают работать только уголки губ. И вся щёчка у нас ползёт вниз. А вспомним, челюсть-то у нас уходит вверх. И что мы имеем после сорока? Брыльки, бульдожки и прочая дребедень, которая очень неприятна, особенно женщинам. В общем, вот вкратце, четыре основных причины, по которым мы видим в зеркале не то, что хотим. Особенно женщинам, да. Оказывается, здесь всё управляется. Прекрасно. Ну вот, это очень быстренько так, иллюстративно. Можно посмотреть. И вот поскольку вы уже сейчас информацией владеете, да, плюс-минус, ну, во всяком случае освежили её, систематизировали. Я понимаю, я полагаю, что вы в любом случае это знали. И давайте посмотрим, что в действительности произошло. Вот прекрасный актёр, секс-символ советской эпохи, да. Вот, пожалуйста, иллюстрация того, что физиология делает с человеком. Возраст. Что произошло с олгом? Кто может сказать? Удивлялся сильно. То есть гиперактивность очень явно столкнулась с гиперактивностью, да. Что произошло с глазами? Вокруг глаз жуткие болота. Глаза стали значительно меньше. При всём при том, что он выглядит очень хорошо для своих лет. Да. Овал лица, обратите внимание, что с ним стало? Что? Дехник. То есть вообще потёк, да. Контуры полностью поменял, верхняя челюсть ушла, да. В принципе, голова, обратите внимание, она стала меньше. Асимметрия. Асимметрия. Это абсолютно нормальная вещь с возрастом, когда мы тем более неосознанно работаем. При всём при том, это актёр, да. Он очень много работает со своим лицом. Он работает с лицом, он работает осознанно с мимикой. В отличие от нас, простых смертных, которые с мимикой осознанно работать, ну, просто не умеют. И не знают, как это делается. Давайте рассмотрим основные подходы. Как это меняется у нас, скажем так, рынок. Косметология и медицина этим занимаются обычно. У косметологии что? Вот когда у девушка уже, скажем так, не справляется самостоятельно с тем, чтобы изменить своё изображение в зеркале, что она делает? Кому она идёт? Косметология. Совершенно правильно, она отправляется к косметологу, отдаёт своё лицо косметологу, и косметолог что-то делает. И что он начинает делать? И с чем? С химией. А? С кожей. Косметолог начинает воздействовать на кожу. Имеет ли это отношение к основным причинам старения? Абсолютно. Имеет. Кожа? Вот тем четырём, о которых я рассказал. Кожа каким-то образом насытит наш череп. Жидкостью. Каким-то образом выставит челюсть на место. Каким-то образом снимет гипер- или гиперактивность с мышц. Я имею ввиду кожа. Кожа это всего лишь, ну в данном случае, это всего лишь индикатор того, что творится у нас внутри. Да? Это оболочка. Да? Это защита. Основные четыре причины. Косметология каким-то образом влияет на это? Или у кого-то есть примеры, по которым косметология эти четыре причины старения каким-то образом исправляет? Есть? Нет. Пропускаем. Хирургия пластическая. Это уже когда косметология уже не помогает, начинают пробовать пластическую хирургию. Вы, наверное, тоже в курсе, что происходит с пластической хирургией, как это все делается, да? Кто-то может мне сказать, это влияет на основные причины старения? Это разрушается. Это только разрушает. Причем разрушает во многом. Предыдущие докладчики говорили об этом. Не только тело, это еще и тонкие тела. Не только физически, еще и тонкие тела разрушает. И вот давайте посмотрим, что же произошло, да, с человеком, который, собственно, ну не обделен ни косметологами, ни медиками во внимание. Давайте обратим внимание на основные причины старения. Те четыре, о которых я рассказывал. Обратите внимание, да, я говорил о черепе, то, что он усыхает, и скулы подходят к носу, да, поскольку он становится меньше. Обратите внимание, да, вот здесь вот. Вот скуловая косточка заканчивается вот здесь, да. Очень широко посаженная скула, открытое молодое лицо. Опускаемся в фотографию ниже. Вот она, скуловая кость, где находится. Да, где она уже заканчивается. То есть практически под зрачком глаза. Заметно? Да? То есть основная причина осталась на месте. Обратите внимание на челюсть, да. Вот если здесь мы посмотрим, вот мочка уха примерно вот тут вот находится, да. И вот краешек, уголочек челюсти. Обратите внимание, да, довольно большое расстояние. Заметно? И обратите внимание, где челюсть находится в этом возрасте. Она практически съедена, ее нет. Пластические хирурги, ни косметологи не подошли к этой причине. Ни на шаг. Поэтому, собственно, мы и, скажем так, воспринимаем людей после пластической операции, как что-то неестественное. То есть кожу подтянули, основные причины остались. То есть вроде как человек выглядит моложе, так вот, слегка. А в глубине-то он все равно стареет. Ну, я молчу уже по поводу губ, глаз, носа, да. Скажу вам еще один очень интересный факт. Уши и нос у человека растут всю жизнь. При всем при том, что все уменьшается, да, нос и уши увеличиваются. И скорость роста носа где-то с 40 лет, когда носовые мышцы у нас расслабляются, составляет примерно 1 мм за 8-12 лет. Поэтому курносых бабушек практически невозможно встретить. В общем, вот основные причины, с которыми, в общем-то, не борются, скажем так, официальные представители косметологии и медицины. И, собственно, чья же это задача на самом деле? Это задача каждого. Если действительно тебе не безразлично, как тебя воспринимают, если действительно пациенты воспринимают особенно, ну, молча, целителя, в первую очередь, как он выглядит, да. То есть, когда пациент заходит, он считывает, ему не надо ничего рассказывать. Если он видит перед собой развалюху старого, то вряд ли он будет лечиться у него. Если он видит молодого, подтянутого, и еще и лицо замечательно молодо выглядит, а еще и спросит, а сколько вам лет, а он скажет, лет на 10, а то и на 15 старше, чем пациент загадал, то, соответственно, это сразу кредит доверия обеспечен. Так вот, а, ну это вот, это уже не для вас, это жертва пластической хирургии. А вот. Что можно сделать с собой для того, чтобы приостановить, скажем так, и отправить спять то, что делает знамя природа, грубо говоря, физиологические наши процессы. Для этого я собрал по крупицам, по частям, собрал в комплекс и назвал это «Экологическая пластика лица» или по-другому называется программа «Лик». Несколько комплексов, которые могут работать. Это прежде всего ментальные практики. Когда мы выстраиваем мысли-образы, когда мы научаемся правильно направлять свои цели и решать их. Да? Второе, это дыхательные практики. Потому что мы крайне неправильно дышим. Почему-то считается, что женский вид дыхания грудью, мужской животом, в общем, и прочие-прочие другие заблуждения, эти все убираются. И мы научаемся правильно дышать для того, чтобы насытить свой организм кислородом изнутри. Не снаружи, как это делают косметологи через крем, а изнутри. И причем очень адресно и локально. В любую точку организма можно направить любую дозу кислорода, которая будет необходима, и активировать там, соответственно, процессы. Третье, это культура употребления воды. И это очень важно, потому что на сегодняшний день 90% населения, ну, по моей практике, просто не умеют пить воду. Не умеют, не знают, как это делается, не понимают, зачем это делается. И это крайне, скажем так, ускоряет процессы состояния. Ну, естественно, это физические упражнения, да, которые позволяют осознанно работать со своим лицом, осознанно работать со своими эмоциями. Да, и массажные практики. Массажные практики типа миофасцинальных, типа пира, ну, и ударно-динамических. То, что можно сделать самостоятельно с собой. И вот давайте посмотрим, оп, результат. Результат того, что человек сделал сам с собой, получив эту методику. Обратите внимание, глаза. Кто что замечает? Моложе стал мы. Моложе, да. Ну, моложе это общее. Давайте конкретно. Веки. Верхние веки подтянулись, да? Верхние веки подтянулись. Замечательно. Обратите внимание, давайте с глазами разберемся, да? Морщины, да? То есть мешочки, которые уже начали образовываться под глазами. Они тоже стали меньше, да? О чем это говорит? О том, что человек, работая с лицом, еще и на почки воздействовал. Так ведь? И почки получили воздействие и отразили на лицо то, что человек, в принципе, оздоровился. Дальше поехали. Обратите внимание, глаза, да? Если здесь провести линию горизонтальную, вот от внутреннего к внешнему разрезу глаз, то она немножко скошена вниз, да? Видно? И обратите внимание, глаза на второй фотографии. Они получили практически горизонтальный вид. Это делается собственными руками, да? То есть изменение разреза глаз, это тоже нормально. Дальше поехали. Губки. Что с губами? Уголки губ поднялись. Совершенно правильно, да? То есть из пессимиста уже человек начинает проверяться в оптимиста. Губки стали более объемные, да? А губы у женщины это такой, это очень сексуальный орган, я бы сказал. Да? Вот, далее. Ну, носогубка тоже без комментариев, да? Ее не стало. И вот сколько между первой и второй фотографией, на ваш взгляд, прошло времени? Десять лет. Десять лет. Ну, когда я даю отдельно фотографии, да? У меня есть моменты, когда я беру одну группу, вторую, даю отдельно фотографии, они действительно дают десять, те на семь лет. Вот, ну, вот так вот реально, чтобы. Два-три месяца. А? Два-три месяца, да? Два-три месяца примерно то же самое, только на порядок ниже. Между первой и второй фотографией три недели. Да. Естественно, это один из лучших результатов моей методики. Вот. Но между первой и второй фотографией это всего три недели. И это можно сделать только собственными руками, только своими мыслями, да? Только работая самостоятельно с собой, осознанно работая с собой, не перенося ответственность за свое здоровье на косметологов или врачей. И продолжая, как бы, разговор о своем коллеге из Екатеринбурга, да, Владимира Середкина, который говорит о том, что с пациентом необходимо работать и дома, да? Так вот эта методика одна из самых таких, что ли, ключевых, потому что она работает не только со здоровьем, но и с эстетическим, что ли, восприятием человека, да? Здесь мы четко видим визуально, как молодость, да, начинает возвращаться к человеку. Давайте посмотрим еще один пример. Вот, обратите внимание, девушка, что первое бросается в глаза? Осанка, мне кажется, да? И это тоже три недели между первой и второй фотографией, да? Глаза, губы, нос, да? Да, то есть это в буквальном смысле слова пластика. Мы можем лепить из своего лица то, что нам необходимо. Наш образ, тот образ, который мы хотим создать. Ну и опять же таки, благодаря этому образу мы корректируем, очень хорошо корректируем в обратной связи и внутренние органы. И почки начинают расслабляться. И печень, когда мы убираем морщинку между бровями, то печень также начинает расслабляться, поскольку это представительская зона печени. Ну и так далее. Если мы подтягиваем щечки, то и легкие приходят в тонус. Так? В общем, вкратце, это то, что сейчас есть, что сейчас работает. В принципе, вся программа составляет порядка 32 академических часов. На мастер-классе я смогу показать, ну, некоторые такие быстро-эффективные приемы для того, чтобы понять, насколько это работает или не работает, насколько вы знаете себя или не знаете. А, скажем так, процентов 90 это не знаете, поскольку мы с этой частью тела работаем крайне неосознанно. Ну и очень важно эта практика, особенно женщинам, эта практика дает осознание себя. Потому что в этой практике женщина наиболее внимательно и наиболее часто начинает обращать внимание на себя любимым. А этого так не хватает в нашем жестком обществе. Благодарю вас. По поводу мастер-класса, я думаю, будет отдельно, да? Да, будет отдельно. Мы еще не визуально там. Хорошо, все, спасибо. Надо только, благодарю вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Раз у нас уже сложилась традиция, да, подвигаться немножко, давайте я вам покажу очень легкое упражнение, очень легкое, буквально 3 минутки. Очень легкое упражнение, тем более, когда мы сидим, когда мы сидим, у нас застой возникает в малом тазу довольно сильно. Поэтому пристаньте, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ Это упражнение очень хорошо корректирует, даже корректирует то, что в принципе все тело. Но в данном случае мы будем воздействовать на, да, совершенно правильно, растираем ладошки для того, чтобы наши энергетические центры стали более активными. Растираем ладошки. Сейчас мы этими ладошками будем хлопать. По лицу. И по лицу в том числе, но не сейчас. Сейчас у нас как бы нужно в малый таз дать энергии побольше. АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо, хорошо. Так ощущения? Замечательно. Замечательно. Благодарю вас.